Я рада всех здесь поприветствовать. Сегодня у нас с вами предстоит несложные, наверное, и нелегкие 40 минут. Те самые 40 минут, когда мы окунемся в мир монодебага и посмотрим на то, что там под капотом, то, что там, в принципе, внутри творится. Как уже сказали, меня зовут Елизавета Голинок, работаю я в компании GoTech Software, ведущим разработчиком в России. И, пожалуй, начнем. Начнем мы сегодня с таких простых вещей. Мы поговорим о том, с чего вообще начиналась отладка под моно. Рано или поздно каждый, кто отлаживает вообще любые приложения, неважно, моно, не моно, сталкивается с такой проблемой, как удаленная отладка. О ней мы тоже сегодня поговорим. И поговорим также о дополнительных каких-то ресурсах. Не всегда у нас есть ремонт-доступ. Иногда нам нужно сделать какой-то дамп ядра процесса, когда мы уже сможем восстановиться и в дальнейшем что-то с этим сделать, понять, в чем была вообще проблема. Сегодня мы будем смотреть в основном все, что относятся, все демо, которые относятся к MakoCR и Ubuntu 16 и 17 версий. И мы будем сегодня с вами работать по плану. Мы будем брать с вами какую-то задачу, проблему, потом выбирать инструмент для отладки этой проблемы, для решения этой проблемы, решать саму задачу и делать соответствующие выводы. У нас будет несколько таких задач, несколько подходов. И начнем мы с того, вообще попытаемся понять, откуда все это пошло. Первое, ну, одна из первых системных переменных, которая появилась в моно, это monodebug равна единичке. Все, наверное, знают, что когда мы хотим дебажить приложение, нам обычно нужно что-то указать. Добро пожаловать в мирмона и системную переменную. Поговорим о хардебагере. Когда-то давным-давным-давным-давно была консоль, была красивая консоль и все. Мы могли отлаживать код, могли отлаживать unsafe код. Но, к сожалению, если мы хотели что-то в ремонт отладить, к сожалению, нет. Надо было с этим что-то делать, и шло время, и нам на смену приходят другие дебаггеры. Вопрос в том, какие. Их много, они системные, они консольные, и не только консольные. Но для того, чтобы наш дебаггер работал, все мы знаем, что нам нужны отладочные символы. Буквально в старых версиях моно до, например, на версии 5 или 4.8, точно врать не буду, отладочные символы были в формате mdb файлов. Сейчас они в формате pdb файлов, и если вы хотите перевести ваше приложение, например, с классического .NET на моно, вам уже не приходится конвертировать pdb к mdb. Начнем с первой задачи. И первая задача – это задача удаленной отладки. Буквально полтора или два года назад мы начинали перенос нашего банковского приложения на моно. И одна из первых проблем была – какие-то звонки, письма, ваши платежи не проходят, кредитки не работают, что случилось, что-то сломалось, непонятно что, мы пытаемся в этом разобраться, не получается. Локально мы работаем на одних машинах, сервера у нас другие. Надо как-то воспроизвести. И один из вариантов – это вариант ремонт-дебага. На продакшене, естественно, доступ вам вряд ли кто-нибудь когда-нибудь даст. Поэтому мы будем отлаживать на тестовых серверах с помощью либо Visual Studio FOMAC, либо Xamarin. И первое, что сделаем – поставим пакет моно-софт-дебаггера. Вообще, что такое софт-дебаггер? Начнем. Это тот самый инструмент, который встроен практически в любую IDE, которая у нас есть, с которой мы работаем с моно. Это начиная с моно-девелоп, Xamarin, Visual Studio FOMAC и прочие вещи. Также мы можем отлаживать наш код из консоли. Софт-дебаггер инкапсулирован в отдельную DLL-ку, поэтому если мы хотим написать что-то свое, мы можем их использовать. Или также, как поступили ребята из JetBrains, мы можем взять исходники, что-то форкнуть, написать свое и получить свой дебаггер. Плюс этого дебаггера в том, что он умеет отлаживать ремоут. Вот примерно на схеме изображено, как это все работает. У нас есть IDE, у нас есть рантайм и моно, и есть наша DLL-ка софт-дебаггера. Первое, что мы обычно делаем, мы запускаем наше приложение для того, чтобы оно было доступно софт-дебаггеру, и указываем какой-то адрес и протокол, с которым мы будем работать. Затем, после этого, переходим в нашу Visual Studio FOMAC. Демка была сделана именно там. И просто запускаем Custom Command Monosol-дебаггер и прописываем там наши IP-шнички. Затем получаем ошибку. Вроде бы ошибка найдена. Хорошо, разбираемся дальше. Возможно, конечно, у нас были где-то какие-то логи. Возможно, у нас были другие способы для отладки. Это всего лишь один из способов. Но если вы внимательно посмотрите, здесь какие-то странные звездочки. Наверное, все вы помните или кто-то из вас работал с плюсами. Вообще, кто из вас работал с плюсами? Таких людей здесь много, поэтому что такое указатели, я думаю, вы все помните. И получаем ошибку. Да, деление на ноль – хорошо, но мы не понимаем, откуда приходит этот ноль. Нам с этим нужно что-то сделать. То есть давайте сделаем небольшие выводы по ремонт-дебаггу и перейдем к отладке небезопасного кода. То есть для удаленной отладки нам необходимо запустить наш дебаггер-агент. Но, к сожалению, удаленная отладка средствами IDE в принципе крайне ограничена. Мы можем, конечно, использовать soft-дебаггер консоль, попробовать использовать вообще другие дебаггеры. Но, увы, не во всех случаях это нас спасает. Вернемся к нашему unsafe. Так кто сказал unsafe? И вообще зачем? Мы работаем с шарфом, зачем нам unsafe-код? Возможно, он достался нам с Legacy, как это досталось нам. Возможно, где-то вы использовали не unsafe, а платформу invoke с другими страшными вещами. Кто сказал, что мы можем делить на ноль? Вообще, откуда он в принципе пришел? Как это понять? Зачем? Мы хотим узнать, что скрывается под нашими адресами. Открываем Visual Studio, открываем Rider. Пытаемся как-то стандартными C-шными операциями, еще чем-то. Все это разименовать и не получается. Здесь мы будем пользоваться с вами LLDB-дебаггером. Основан он на LLVM. Это достаточно высокопроизводительный отладчик. И что радует, что на MacOS он работает как отладчик по умолчанию. Им также удобно отлаживать многопоточные приложения. То есть, если вы отлаживаете веб-приложения из пулы потоков, то вы можете обратиться к любому пулу и уже отдельно его дебажить. Первое, что мы делаем, как обычно, мы запускаем наш дебаггер. Запускать мы можем что? Мы можем запускать само моно, а можем запускать наше приложение. В данном случае в первом варианте мы запустим просто моно, а затем запустим наше приложение и установим там breakpoint на функции, о которой мы уже знаем. У нас есть функция execute. Мы знаем, что она в main классе. У нас там в remote debug уже выпал exception. Но мы хотим понять, а действительно ли там ноль, допустим, приходит. Вот не верю я, там не ноль, и все, и не должен быть там быть ноль. Делаем дальше. Breakpoint отработал. Дальше можем дебажить. Но у нас здесь, вы видите, наверное, такие не очень красивые символы в виде адресов и прочих вещей. Но очень часто случается такая история, то, что у вас приложение уже запущено. Оно работает, и вы не хотите его запускать сначала. Просто шанс того, что вы перезапустите приложение, и у вас баг не повторится, она достаточно часто встречается. Что же тогда делать? Тогда мы просто коннектимся к процессу с помощью ID-шника, идентификатора процесса. И дальше продолжаем нашу отладку. Вот мы попали в наш волшебный execute. Видим адреса. Что произошло, не знаем. Страшные вещи, надо что-то делать. Как-то это надо понимать. Давайте разберемся. Если мы внимательно посмотрим, у нас здесь frame 13 выделен, и рядом с ним… Так, секундочку. Указан адрес. Это адрес метода, который нам нужен в дальнейшем. Мы устанавливаем там breakpoint, и будем работать дальше. Продолжаем работу с помощью команды continue, и рано или поздно останавливаемся. Все инструкции, которые мы выполняем, ну, если мы ставим breakpoint, мы можем найти всегда по нашему instruction pointer, через регистры. Попробуем распечатать переменные, которые пришли на вход. Сейчас у меня открыто два окна. Это стандартная ситуация, потому что я очень часто запускаю либо Raider, либо Visual Studio. Вот в одном из них у меня запущено приложение, либо это где-то что-то удаленное. Если я локально отлаживаю, то обычно это Raider. И здесь мы видим, что внизу нам вывелись какие-то регистры. Давайте посмотрим на них более подробно, более детально. Регистры вывелись, а что с ними делать? Наверное, нужно посмотреть, что там. Мы видим то, что у нас есть две переменных. Это переменные p и переменные op, которые есть на входе этой функции. Давайте посмотрим вообще, что у нас хранится в регистрах. Красивые адреса. Мы хотим, если вспомним, мы хотим обратиться к регистру R14. Там хранится у нас наша первая переменная, которая как раз была равна нулю. Собственно, адрес мы ее видим. И затем стандартными плюсовыми операциями приведения типов и разуменовывания получаем значение нашей переменной. Это действительно ноль. Даже если мы не верили, что в ансейфе это что-то там страшное, это действительно ноль. И дальше мы можем продолжать нашу отладку и попытаться понять, откуда пришел этот ноль. То есть, если вы хотите воспользоваться софт-дебайгером, с ансейфом он работать не будет. Вы, наверное, открывали Visual Studio for Mac, MonoDevelop, Xamarin. Говорили, а неправда, у меня там ансейф, у меня работает. Внутри той же Visual Studio for Mac или Xamarin есть волшебная галочка «Использовать GDB». И она обычно по умолчанию включена. Собственно, когда вы отлаживаете ансейф-код, вы получаете в основном только какие-то адреса, если это работа с указателями, указатели на указатели и другие страшные плюсовые вещи из прошлого и непрошлого, вам приходится обращаться либо к GDB, либо к LDB. Если у вас, конечно, там адресов нет, то ситуация попроще. Все-таки тот же GDB вам поможет отладить прямо в самой Visual Studio for Mac. Но наши задачи не ограничиваются, к сожалению, такими проблемами, как ансейф, которые мы не так часто используем. Иногда бывают такие случаи, когда мы сидим, сидим, работаем себе. Опять звонок. Ваша программа зависла, что делать, что делать вообще. Надо срочно что-то починить, мы не понимаем, давайте пул там перезапустим, еще что-нибудь сделаем. Может, не знаю, может, давайте просто сервере бутнем у нас заработает снова. А в прошлой версии все работало, а в этой не работает. Зачем эти обновления выкатываете? Непонятно. Что же дальше делать? Воспользуемся нашим soft debugger, но консольным вариантом. Подключаемся к нашему процессу. И первое, что мы видим, что у нас заблокирован объект logA. Затем смотрим backtrace, смотрим, анализируем, да, действительно logA, хорошо. Что еще у нас есть? Давайте посмотрим все треды, которые у нас есть. Тут на слайде выделено уже два нужных нам треда, которые блокируют два объекта, это logA и logB. Они даже указывают нам строчку, в которой мы можем пойти, посмотреть, исправить, пофиксить, выкатить новую версию и разобраться, почему это произошло. Но не всегда бывает все так просто. И давайте мы воспользуемся с вами другими средствами. Есть у нас, допустим, сервер какой-то или другая машина, на которой нет soft debugger. Вообще нет никаких лишних вещей. Будем мы пользоваться с вами GDB. Депаггером стандартным Unix. Запускаем программу. И в другом окне мы просто будем коннектироваться к процессу. Запустили, получили какую-то информацию вообще. Нам она пока не нужна. Давайте посмотрим backtrace. У нас есть некоторые адреса, которые у нас здесь по факту являются неопознанными адресами. Часть из них – это адреса, относящиеся уже к Mono. Для Mono, для отладчиков GDB или DB существует несколько питоновских расширений, которые вы можете себе поставить с официального сайта Mono. И одним из них мы с вами сегодня воспользуемся. Например, седьмой фрейм уже у нас имеет какую-то информацию о JoinInternal. Если JoinInternal, значит какие-то среды, какие-то потоки. Давайте будем работать дальше. Мы хотим посмотреть, какие у нас там возможны дедлоги. Вызываем функцию из MonoEmbedding в MonoLogStamp и получаем информацию о наших блокировках. Есть у нас первая блокировка, есть у нас вторая. Нам из этих блокировок нужны адреса объектов. Мы их копируем и запрашиваем у GDB подробную информацию об описании объекта. Получаем информацию. Тип объекта у нас с символом дедлог и можем получить более подробную информацию о дедлоге, используя моновские классы. То есть здесь мы с вами нашли два объекта. Это logA и logB, которые создали наш дедлог. Дальше мы можем перейти уже к нашему коду и пофиксить нашу проблему. Давайте вернемся к нашей презентации. Вы скажете, наверное, кто использует вообще эти локи? Вот кто из вас сейчас часто пользуется простыми локами в своей жизни? Ну, таких мало. А кто использует, например, тот же P-Link или какой-нибудь там, не знаю, те же Async и Wait. Это используют почти все, кто здесь сидит. Вот. Давайте перейдем в более такой насущной проблеме, когда у нас с вами есть дедлог, есть с вами любимая наша линкушка. Опять звонок, ваша программа зависла, не работает. Вообще, что с этим делать? Отстаньте от нас, хватит обновлять наши сервера. Хватит просто, не обновляйте их. Надо срочно пофиксить проблему. Первое, что мы делаем, ну, нет у нас доступа к серверу. Никаких ремоут-дебагов недоступно, просто нет возможности. Делаем дамп, ядра зависшего процесса. С помощью дебаггера LLDB, о котором я уже рассказывала сегодня. вот, и дальше мы посмотрим небольшую демку. Давайте попробуем работать по инструкции. Запускаем моно. та самая волшебная инструкция, которая приведена на сайте моно. Здесь нет ничего необычного. Но она к нам, к сожалению, не поможет. Сразу об этом скажу. Запустили. Затем нам нужно запустить, загрузить наш дамп. Вообще скажите, кто из вас пользовался, например, тем же виндебагом? Это хорошо. Значит, вам будет немножко проще. Вот. И загружаем дамп. Загрузили, получили дедлок. Останавливаемся, пытаемся что-то сделать. Говорим LLDB, а покажи нам дедлоки. Пожалуйста, покажи. Нет, не хочет. Будет показывать бэктрейс. Опять мы видим с вами адреса, который без какой-то информации. И давайте посмотрим блокировки все-таки. Посмотрим их с полной информацией. Да, блокировки есть. Но что делать дальше? Давайте возьмем информацию в объекте. Какое-то описание объекта. Одна из особенностей LLDB в том, что вам нужно еще все эти адреса приводить к нужным типам объектов. В отличие от GDB. Да, у нас есть какой-то текстрайтер. Хорошо. Ну, а дальше что? Давайте попробуем получить описание какой-то, может быть, объекта, может, что-то другое. Опять приведем наш адрес к моноклассу и получим, что ничего, собственно, мы не получим. Ну, давайте возьмем второй объект, с ним поиграемся. Играемся? Играемся. Берем его класс и опять пытаемся узнать что-нибудь интересное о нем. А тем временем заказчик стоит практически за вашей спиной и говорит, что же ты наделал. Зачем ты это делал? Зачем какой-то моно вообще нужен был в свое время? Ну, наверное, нужен. Тогда переходим мы к нашему запасному варианту и начнем исследовать наши реды. Давайте закроем один дебаггер и воспользуемся другим. Есть у нас программа с нашим дедлоком. Давайте мы ее запустим. Запустили. Опять программа зависла, что-то делает, мы не понимаем, что она делает. Так. Запустили LLDB и будем работать с помощью него. Первое, что нам нужно, так как мы работаем с дедлоками в разных тредах, давайте посмотрим вообще, что у нас там есть. запрашиваем тредлист и видим целых 14 тредов. И начиная с пятого треда практически все они заняты, ну, называются просто какими-то воркерами, threadpool воркерами. Давайте сделаем с этим что-то другое. Работать со всеми тредами невозможно. Давайте выберем конкретный, например, пятый. И попытаемся его проанализировать. Перешли. И запрашиваем бэктрейс. Если мы внимательно проанализируем наш бэктрейс, то увидим, что где-то внутри у нас вызывается систем, линку, параллел, query, task, что-то там. Смотрим дальше. Давайте подниматься выше. Asparallel.dedlock.program. То есть мы видим, где он используется. Он используется в нашей функции execute и в классе asparallel.dedlock.program. То есть место где-то мы уже примерно нашли. Возможно, но вдруг это не этот фред и не эта блокировка. Как нам это понять? Давайте попробуем посмотреть еще, какой объект она может блокировать. Вернемся к линку параллел. Видим все наши execution контексты и возможно что-то еще. Давайте пока попробуем посмотреть, что есть в других тредах. Ну, давайте возьмем, например, седьмой. Седьмой у нас тоже RedPool Worker очередной. И распечатываем его в backtrace. Вывели какую-то информацию. Сейчас посмотрим. Те же таски, те же execution контексты. Тот же параллел линку. И если мы внимательно посмотрим, у нас здесь используется объект тип manual reset event slim. Именно вот этот manual reset event slim создает нам дедлог в линкушной параллельке. То есть, ну, мы этому не верим. Говорим, у нас там тредов много, а вдруг это другой. Давайте еще один посмотрим. Следующий. И видим абсолютно ту же самую картину с линку параллел и с manual reset event slim. То есть, все-таки дедлог находится где-то здесь. Мы уже задетектили наш дедлог, задетектили класс и функцию, метод, в котором он находится, и можем уже что-то с этим дальше делать. Например, его пофиксить. Давайте вернемся к презентации. Вот примерно такой код был там. Не особо используемый, но особо показательный больше, я так скажу. Связанный с Asparallel и manual reset event slim. Давайте сделаем небольшие выводы по этому всему. Для простых каких-то задач, простых дедлогов, типа log A, log B, log C, обычный лог, там, static object, нам достаточно soft debugger, достаточно логов, и gdb или ldb в принципе нам не нужен. Но если мы хотим работать с дампами коров процессов, просим либо нашего админа, либо у того, там, до вопса, у которого есть доступ, сделать нам дампы или взять дамп уже, если он уже есть, скинуть нам и дальше анализировать уже дампы. Тогда мы берем ldb, либо gdb, и с помощью библиотек monambetting собственно оперативно находим проблемы, объекты, которые попали в блокировку. Но иногда бывают такие ситуации, вот как в последнем случае, когда мы вынуждены вручную анализировать наши бэктрейсы. К этому тоже нужно быть готовым. Вот вы сейчас говорили о том, что вы пользовались win-дебагом. Давайте мы его немножко вспомним и сравним, а чем же win-дебаг отличается от mona и как вам перейти. Вы привыкли программировать на обычном дотнете, что-то, открывать дампы в win-дебаге, анализировать их с помощью соц.дл или других расширений, и хотите на mona сделать то же самое. Говорите, у меня такая проблема, а не могу. У mona есть свои возможности с помощью monaembedding библиотек, что-то вызывать, что-то делать. Если мы в win-дебаге хотим посмотреть наши отреды, посмотреть threadpool, собственно, соответствующие команды thread threadpool, gdb.mona, infant threads и threadlist. Хотим поработать со стеком, здесь мы тоже это можем с помощью питоновских расширений на mona, это mona stack, mona backtrace. Если мы хотим посмотреть переменные, если мы хотим посмотреть значения этих переменных, если у нас там много-много всего, то тогда мы в основном либо через плюсы в gdb или db будем дергать mona-вские функции с monaembedding, либо писать свои расширения на питоне. Если мы хотим получить какую-то информацию о объекте, то же самое. Иногда мы можем даже обратиться к whattable и из нее извлечь какую-то информацию, но это уже за пределами, наверное, нашей презентации. Если что, есть ссылочка на то, как люди это делают своими руками. Там расширение написано на плюсах. Небольшая библиотечка. И если мы хотим посмотреть информацию о куче, то тоже мы вынуждены вызывать зачастую mona-вские функции. Ставить breakpoint мы так же умеем. Ну и, собственно, с виндебагом тут примерно так. Но я вам рассказываю сейчас soft debugger, gdb, ldb, а что же использовать, что же вообще, когда использовать. То есть хотите присоединиться по идентификатору процесса, soft debugger не сможет. Он может работать только remote. Хотите удаленно что-то отлаживать, без проблем, главное, чтобы на сервере что-то было. Хотите отлаживать managed code, soft debugger без проблем, а gdb, ldb накладывает свои ограничения. Если вы запускаете, например, по той же Ubuntu или macOS, gdb, то некоторые описания функций при оттаче к процессу, они могут немножко коверкаться. Иногда вам придется ставить breakpoint по адресу. Такое бывает. Этого не надо пугаться. И хотите unsave platform invoke, это gdb, ldb, добро пожаловать. Везде мы можем ставить наши точки остановок breakpoint, трассировочные точки, дезассимулировать в soft debugger той же консольной версии вы не сможете. Но, собственно, насчет бэктрейса, soft debugger только managed, gdb или ldb, любой бэктрейс, который вы захотите. И что самое хорошее, то что для soft debugger вы можете писать расширение на шарпе с помощью простого атрибута command. Для gdb или ldb очень часто используют питон. В принципе, как и для виндебага. Давайте подведем небольшие итоги. Приложение на моно отлаживать можно, отлаживать нужно, не надо этого бояться. IDE, там та же Visual Studio или Rider спасут вас практически от 70% проблем. Ну, если, конечно, вы не пытаетесь форкнуть моно и что-то в нем там допилить. Вот. Если вы хотите покрыть такие проблемы, связанные с unsafe кодом, с deadlock'ом или дампами, то gdb или ldb вам в этом помогут. И если вы хотите бороться с memory league'ами, мы сегодня о них не говорили, Walgreen, Clang, санитайзеры, хипшоты, вы можете их использовать. В принципе, здесь есть ссылка в презентации. Это целый отдельный час, когда я рассказываю об этих инструментах, поэтому их вы можете посмотреть. И немножко о литературе. Литература для того, чтобы понять, как работает debug'а, это в первую очередь документация моно. Как бы оттуда вы возьмете все, что вам нужно. Все остальное нужно вам просто для того, чтобы понять процесс. Это знаменитая книга Саши Гудштейна, знаменитая книга Джона Робинса и другие справочные издания, например, gdb. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь собрались и все-таки решились послушать такую трудную тему, такой трудный разговор. И пожелать вам всем удачи для тех, кто соберется в дальнейшем, например, работать с моно и как-то его отлаживать. И готова принять из себя все ваши вопросы. Спасибо за хардкор. У меня такой вопрос. Ну, сейчас моно на самом деле популярен в Ксамарине, который там запускается на андроидах, на iOS. И у меня, собственно, такой вопрос с unexpected crash, который нужно отловить. gdb или db? Именно на андроиде, причем локально он не воспроизводится, там в эмуляторах не воспроизводится, он воспроизводится только на самом андроиде. Но есть же remote debug? Или там… Нет, remote debug не всегда помыкает. Логи? О, и… Что? Логи. Но, как всегда, всегда последний вариант – это логи. Да, я помню, ловил на моно-мемори-лик именно логами. Это было, конечно… Не, memory leak – это уже ближе к хипшоту, к самарин-профайлеру. А моно, который запускается на Raspberry и под RM-процессор, там проблема с чем? Там какая версия моно? С дебаггом. Ой, там какая-то старенькая была. Старенькая, может быть, там тогда моно-харт-дебаггер поможет еще. Ладно, я… К вопросу. К вопросу именно о крэше на андроиде, да? Я не знаю, можно ли оттуда дам как-то снимать, да, во время крэша? Ну, потому что написать там логи на миллион строк. Ну, это страшно, да. Это страшно. Ну, дам-процессы вы везде можете сделать все равно, просто вопрос в том, что вам нужны какие-то условия, а когда у вас уже это вдруг, какой-то там рантайм и т.д. Если вам памяти не хватило, куда он вам банально сохранить там? Если говорить про тот же биндебаг, там настраиваешь на мод, чтобы он снимал дам именно во время крэша. Да, здесь тоже можно настроить. На андроиде? Да. Ну, я про андроид. Да, там процесс ядра. Там, если дам-проект, этот андроид с девочек, то там можно с девочек выкрутаться не могу. Потихоньку переходим в панельную дискуссию. А потом дам-проект грузить себе и... Да, и с дам-проектом уже копаться через затылочки, да. Ну, короче, все сложно. Это не сложно. Нормально. Все, спасибо. Вопросы? Есть? Нет, 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 нет. Тогда я хотел бы задать вопрос вот к фоллоуапу того, что мы сейчас обсуждали. А вот приходилось ли тебе, Елизавета, или, может быть, тебе приходилось ли действительно вот снимать дамп с андроида вот в случае таких крашев, если там был моно? С андроида нет, мы больше докеры и сервера. А у тебя? Там был один инцидент, но это было с эмулятором. То есть это не с самой железки? Ну, я там снимал, но это было не с самой железки, это на эмуляторе воспроизвелось, к счастью, и там как-то с разлучкой было проще все. У меня снова вопрос. Ну, вот прям текущая проблема. Да? У нас приложение на Ксомарине, оно подтекает. Но подтекает оно именно на самом девайсе. Да? То есть в эмуляторе как бы все нормально. Подключаясь к удаленным отладчикам, да, как только подключаешься, приложение на самом деле просто вылетает. Да? И мы сейчас в таком конфьюзии, а чего, собственно, дальше-то делать? А чего делать-то? А вылетает именно, если подключаешься каким-нибудь профайлером, получается? Да-да-да. Если подключаешься профайлером, оно в какой-то момент вылетает. Что? Железка. Каким именно дебаггером подключаетесь? Моновским софтовым или чем? Visual Studio Oxamarin Profiler. Ой, ой, ой. Он работает, насколько я помню, через тот же протокол, что и обычный софтовый дебаггер. То есть там… Попробуйте GDB или LDB. Они спокойно ремонт могут. Да, попробовать надо там запустить какой-то GDB сервер и работать как-то через него. И вот будет вот то, что сейчас было на экране, вот эти вот же… Ну, там бэктрейс, просто строчки, все равно те же функции не будут, поэтому… Или та же информация, она будет спокойной. Окей. Вопросы, комментарии, добавления. Если нет, то тогда давайте поблагодарим Елизавету. И у нас есть небольшой перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!